Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 5, стихи с 11 по 14 до конца главы, и глава 6, первые 8 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога. А производящая терня и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания Святого Апостола Павла к евреям. И вот на такой, в кавычках, позитивной ноте мы завершили чтение отрывка на восьмом стихе словами «сожжение». Но предварим шестую главу толкованием пятой главы. Ведь в ней на сегодняшний день заключены очень актуальные слова. На самом деле, этот сегодняшний отрывок очень сильно всех нас обличает, каждого из нас, укоряя нас в нашей лени. Вообще, два обличения, сегодня мы можем примерить на себя. Это обличение в лени, и это обличение в нашей неготовности к истинному покаянию, которая заключена в шестой главе. И сожжение — это как раз-таки то, которое, вот это слово «сожжение», это относится к той земле, которая произрастает, растит, некие бесплодные растеницы, всякие тернии и волчцы, которых только и стоит, что вырвать с корнем из земли, бросить для иссушения на землю под солнечным зноем, а затем сжечь, уничтожить. И о других же культурах, которые произрастает земля, речь идет как о благословении. И мы и есть та самая земля, которая должна произрастить добрый плод, а не пустую сорную траву. И вот земля, пишая многократно сходящий на нее дождь, которой есть благодать Божия, и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. Вот наша задача — напитаться этим дождем Слова Божия, услышать его, реализовать его в своей жизни и дать этот добрый злак. Добрый злак — это и есть наши добрые дела. Мы же, по большому счету, больше произрастаем всякой сорной травы. И одна участь для этой травы — уничтожение. Но это шестая глава. Начатки учения Христова мы должны в себе уяснить и действовать, двигаться дальше к совершенству. Но пятая глава обличает нашу лень наше нежелание изучать Слово Божие, читать его, читать творения святых отцов и ученых-библеистов, которые, изучая творения святых отцов, применяя различные способы толкования, делают более понятным библейские тексты. И вот что говорит нам апостол Павел сегодня. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. В чем прелесть и в то же время минусы синодального перевода? В том, что какие-то острые углы он сглаживает и делает очень мягким какие-то острые моменты священного писания. С одной стороны, это хорошо, потому что этот язык научает нас какой-то культуре хорошего слога. Но с другой стороны, Слово Божие должно быть мечом обоюдоострым, которое проходит во все составы нашего естества. И когда оно слишком мягкое, оно нас не трезвит и не будоражит. И в этом несомненный минус. Здесь использовано слово апостолам Павлом, когда он говорит «потому что вы сделались неспособны слушать». Ну, казалось бы, неспособны слушать. Мы тоже порой бываем неспособны слушать, когда ходим на лекции и после завтрака приходим на очередную пару и после еды нас клонят в сон. Не зря еще в античности одним из условий обучения в одном из учебных заведений Греции, основанных на школе, допустим, Платона, да, Академия или там Лицей Аристотеля, они не вкушали ничего утром. И только после утренних лекций они шли вкушать пищу. И во время трапезы обсуждать услышанное. Так вот, придя после трапезы, нас всегда клонят в сон. И вот мы не способны слушать. И это неспособность не потому, что мы какие-то не такие, а просто это физиологическая особенность человеческого организма. Это нормально. Но здесь употреблено в оригинальном тексте в греческом языке слово, которое переводится как тугоумы. И это еще мягко, мягкий перевод. Вот эта лень внутренняя, вот эта вязкость ума, нежелающего изучать основы христианского учения, вероучения, оно присуще к каждому из нас. И мы должны преодолевать в себе это. Мы должны выходить за рамки нашего интеллектуального комфорта, прикрываясь своим незнанием, нехваткой времени и придумывая различные отговорки. Но Слово Божие нас сегодня обличает. Всех нас, абсолютно всех. Все мы обладаем этой внутренней ленью и прикрываемся благочестивыми отговорками. Так вот, нужно выйти за рамки своего внутреннего какого-то комфорта и начать изучать Слово Божие. Не просто его читать, не просто использовать его как духовное упражнение, а изучать его теоретически. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Ведь подумайте, каждый из нас, сколько мы лет в церкви. Каждый из нас уже больше 10, 15, 20 лет в церкви. Но прибавилось ли у нас каких-то реально, действительно глубоких, фундаментальных богословских знаний? И не нужно заканчивать каких-то духовных академий, но какой-то минимум-миниморум за эти десятилетия можно было приобрести. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, самым азам, катехизису, отче наш, как воскресная школа для детей. «Для вас нужны молоко, не твердая пища», говорит апостол Павел. «Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Вот к чему нас призывает сегодня апостол Павел. К изучению Слова Божия и к искреннему покаянию, чтобы земля произрастала в наших душах добрые плоды. И наши плоды были бы достойны потребления, были бы плодами любви и милосердия, а не плодами тела и плоти. Будем молиться, дорогие братья и сестры, трудиться, не лениться изучать Слово Божие. Всем радости, о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова